Добрый вечер. Покупка автомобиля для нашего человека – это всегда веха. Причем абсолютно не важно, что теперь невероятное предложение. На каждом углу можно пойти и совершенно спокойно купить автомобиль, как батон колбасы. Хотя можно, конечно, записаться и в очередь на длительное ожидание. Но вот когда человек подступился к этому, вот он наконец-то, неважно сколько это стоит, он купил себе автомобиль. И он после этого абсолютно счастлив, потому что свершилось. Но все равно не получается, несмотря на задачу государства воспитать в нас просто потребителей, не получается быть просто потребителями. Это ведь все-таки действительно событие. Это повод для радости, для праздника. И здесь может быть совершенно два разных полюса. Олигарх, купивший себе очередной Rolls-Royce, будет все равно счастлив точно так же, как человек, который вот только-только дотянулся, ну, например, до своего первого Логана. Оба они будут, ну, по-разному как-то торжествовать. Олигарх, вполне возможно, что очень сдержанно в кругу небольшого своего общения. Между делом скажет, да, кстати, тут вот Rolls-Royce себе купил очередной. Акцентировать не будет внимания. Возможно, что бедняк, дотянувшийся до Логана, он будет обзванивать друзей и говорить, «Я, наконец-то, такая комплектация, у меня электростеклоподъемник, у меня усилитель руля, такая машина, цвет замечательный». И тем не менее, вот это два разных полюса, но направление человеческого восторга одинаковое, упоение от покупки вполне сопоставимое. Здесь совершенно не важно, какой социальной дифференциации эти люди подвержены. Купили машину. И для нас еще на долгие годы вперед это будет поводом для совершенно безудержного и искреннего торжества внутри. И вот купив машину, мы потихонечку приходим к тому, что начинаем, конечно же, надеяться. Надеяться на то, что это будет машина обязательно надежная, она будет качественная и прослужит нам долго. И здесь в эту игру, в эту легендарную игру включаются в том числе люди, покупающие машину на вторичном рынке. И вы видите по программе, а также я вижу по обращениям ко мне, например, в Фейсбуке, люди подступаются к какой-нибудь вехе в своей жизни под названием автомобиль и спрашивают у меня, «Ну вот там тысяч за 200, ну так, чтобы надежно, или там тысяч за 300, ну как он там, бушечка, там лет 20 машинки, ну чтобы надежно». Это из категории человеческих заблуждений. То есть, с одной стороны, конечно, есть вот это вот упоение, «Я, наконец-то, сейчас куплю себе машину!» Пусть она будет даже подержанная. А дальше включается человеческое нерациональное вера в сказку. Сказку, которую придумали мы сами. Первоначально, как и в случае с фольклором, есть некий информационный повод, порождающий потом лингвистический пласт под названием сказка. То есть, и баба Яга, костяная нога была вполне достоверным персонажем, даже аккумулировавшим в себе некоторое количество персонажей исторических, но тем не менее они были на полном серьезе. Потом они стали уже сказкой. И вот мы верим в сказку о надежности автомобиля. И мы очень хотим в нее верить. И мы ее культивируем сами. Причем надежность мы довольно часто привязываем к стороне-производителю, либо к бренду. И сколько раз у нас здесь в программе звучит «Вот оно, настоящее японское качество!» Это все самоуспокоение. Это легенда, которую мы придумываем сами. Это фольклор. Устное народное творчество. Потому что мы пытаемся заколдовать себя вот этим наконец-то свершившимся чудом под названием автомобиль и утешаем, что уж я-то, конечно, я-то купил лучшее. Ну, подумаешь, там, до меня на этой машине ездило 80 человек. У нее биография за 25 лет уже совершенно непрозрачная. Ресурс фантастическим быть не может. Нет, ну, мне-то точно повезет. Ну, то же самое, как с новым, например, Логаном или, тем более, новым Роллс-Ройсом. А на самом деле качество, как таковое, весьма иллюзорно. А надежности-то теперь уже нет. В Европе надежность теперь нивелируется гарантийным сроком службы. Конечно, в определенных классах автомобилей, и особенно в Америке, они существуют. Но вот эта вот американская легенда, там, двигатель-миллионник, уже нет. Уже никто не собирается делать двигатель-миллионник. Хотя, конечно, Кенверт либо Петербилд в состоянии пройти миллион километров. Но если посмотреть внимательно, то обычно на двух, на трех моторах. А по Европе даже коммерческая линейка транспорта теперь уже официально заявляется. Мы сделали очень классную машину. И точно вот зуб даем. 240 тысяч, она отходит. 240 тысяч, коммерческая машина. То есть та машина, на которой будут в хост и в гриву пахать, и официально заявлено, что мы, собственно, не рассчитывали на большее. И легковой модельный ряд, да он точно такой же. Надежность – это то, что мы с вами придумали. И в первооснове этой сказки о надежности, да, были автомобили поколения 80-х годов. Но у нас сказка о надежности, она такая двоякая. С одной стороны, с Дальнего Востока к нам пришла вот эта легенда о непогрешимости правого руля. С другой стороны, когда к нам сюда приползли машины с пробегом в 200, в 300, в 400 тысяч, это сейчас мы им скручиваем спидометр на границе. И сейчас эта машина с пробегом в 300, в 400 приходит к нам, когда написано 90, ха-ха три раза. И тем не менее, вот в 80-е, 90-е, тот самый первый поток, хлынувший в страну, к нему понятие надежность было применимо. Тогда еще была разборка по Европе, тогда еще не грезили корейцы, они еще не вторгались как таковые серьезные игроки. Но тем не менее, была вот эта вот разборка между европейскими брендами, в первую очередь между европейскими, с всплесками японцев, которые тоже играли сразу на двух театрах военных действий, то есть на европейском и на американском, когда производителю казалось, что машину клиент покупает надолго, и надежность в данном случае, она синоним репутации. И отслеживали не только первичную продажу, отслеживали вторичную продажу и смотрели рейтинги, в том числе на вторичном рынке, сколько наша машина потом еще пробегает, американцы, кстати, всю пору этим занимаются. И тогда лояльность клиентская, она формировалась вот именно этой попыткой создать некую безупречность, поддержать человека. И тогда надежность действительно была. И вы помните, что машины рубежа 80-90-х годов в какой-то момент резко перестали ржаветь. Вдруг к нам пошли сюда, в первую очередь, немцы, была даже легенда эта бредовая про тройной цинк, но тем не менее, пошли к нам немцы, когда способы обработки стали настолько сильно в технологии своей изменились, и покраска тоже на нейтрооснове была настолько неплоха, что машины получили очень серьезную коррозионную стойкость. И 12 лет от сквозной коррозии к нам вдруг пришло в качестве гарантийного обязательства от официального дилера. Не говоря же о том, что и подержанные машины тоже были не сквозную дырочку. А теперь посмотрите, у нас через сколько там Ниссан начинает ржаветь? Или Хонда? Ну, Тойота нет. У Тойоты у них немножечко по-другому. Ну, та же самая Мазда. Щелк, краска отлетела, смотришь, а там уже ржавчина буквально через три дня. И Ниссан в мелкую дырку тоже в порядке вещей. И масса японских брендов, вот они. Нету там этого качества, нету там этой самой надежности. И почему? Почему именно рубежом стало, ну, практически, наверное, переход от одного века к другому? Потому что изменились экономические и социальные условия. Машина стала такой же одноразовой, как мобильный телефон. В целом в экономике что произошло? И кредиты стали дешевле, и лизинг для физических лиц стал доступен. И машину не столько уже покупали, сколько брали, оплачивая, вот в том числе по этому лизингу, а потом через 2-3 года меняя ее, такая вполне американская система. Потом подоспели законодательные экологические нормы, которые каждый год требовали, чтобы машина все более жестко вписывалась в эти требования. Подоспел Евронкап и требования безопасности, которые со временем вылились в законы. В результате обновления модельного ряда стремительное, то есть через 3 года рестайлинг, через 7 лет новая модель. Время стрессов и страстей мчится все быстрее. И люди к этому стали относиться по-другому, и производитель понял, что надежная машина ему не нужна. Ему нужна быстрая оборачиваемость капитала, быстрая смена модельного ряда. При том, что немногие меняют суть машины, но они обязательно заваляют ее как новую, и стремятся сделать просто товар. Если не получилось, вот тебе гарантийный срок. Но теперь ориентация на 100 тысяч и на 3 года. На больше никто не рассчитывает. Нету надежности. Все. Сказочная тема настолько всколыхнула вас, что пошли письма абсолютно вот в ту же секунду в онлайне, что называется. Иван пишет, Великобритании стали продавать Voxhole Astra, это Opel Astra, с пожизненной гарантией. Конечно, есть условия определенные, но все же. Гарантия распространяется на двигатель, коробку передач, рулевое управление, тормозную систему, электрические компоненты автомобиля. Значит, все так надежно. И цена всего на 2000 фунтов дороже, чем обычная. Значит, качественно. А вот в том-то и дело, что нет. Это говорит лишь о том, что сколько раз у вас сломается, столько раз вам починен. Потому что трехкопеечную электрическую составляющую, либо двухрублевую коробку передач, либо трехрублевый двигатель, вам будут очень долго и очень мучительно ремонтировать, менять, ремонтировать, менять, ремонтировать, менять, ремонтировать, менять. Но сыпаться они при этом будут на общих основаниях. Тем более, у Astra ничего такого нет. И законы физики в Великобритании. Те же самые, что в Германии, те же самые, что в Африке и в России. Поэтому это просто машина. Но молодцы, это хороший маркетинговый ход, потому что, в конце концов, ты понимаешь, что все машины одноразовые. Но эту тебе будут долго лечить. Всего лишь за 2000. То есть человек, получается, покупает за 2000 фунтов продленную гарантию. Не более того. И еще одна очень хорошая ссылочка на Джереми Кларксона. Его здесь в переводе дают. Лучше все-таки въехать в кого-то на двухтонном пикапе, чем на однотонном фокусе. Надежных и безопасных средств передвижения нет, пишет в данном случае человек под псевдонимом. Даже пешком страшно ходить. Но лучше иметь вес и силу, чем легкость и дешевый алюминий с пластиком. По вашему мнению, какой самый безопасный автомобиль? Ну, кроме Камаза, разумеется, он третий после военного Урала, который второй по сравнению с Белазом. Если при прочих равных условиях и о надежности в данном случае говорить уже не приходится в принципе, то в контексте безопасности один из самых, наверное, безопасных автомобилей это любой Вольво. И не потому, что шведы знают какой-то секрет, а потому что шведы, когда были под крылышком Форда, очень хорошо вложились в центр безопасности, при том, что они это направление движения исповедуют очень давно. У них в Гетеборге есть даже специально открытая экспозиция. Ну, наверное, это уже музей безопасности, основа которого была заложена задолго до Форда, 30 лет тому назад. И шведы молодцы. Они как раз тогда тоже боролись за лояльность покупателя и именно за качество. И в течение длительных десятилетий они выезжают из Гетеборга на все ДТП с участием Вольво в радиусе 100 километров от города. Обязательно полиция дает сразу сигнал, приезжает дежурная бригада от автопроизводителя с тем, чтобы понять степень повреждения и как именно произошла авария, что сломалась, а что нет, насколько это помогло, либо не помогло человеку. То есть задача, конечно, не технику сохранить, а именно человеческую жизнь. И у шведов, ведь у них совершенно чудовищная аварийность на дорогах, и у них невероятная гибель. У них на рубеже 2006 года в год погибало чудовищное количество шведов. 500 человек на дорогах. И у них задача сейчас государством провозглашена добиться нулевой смертности. И как раз по мотивам работы Гетеборга, фирмы Вольво. И результат какой? Кроме того, что шведы из Вольво видят картину реальных аварий, они у себя одни из немногих, кто постоянно устраивает краш-тесты, толкая друг к другу в лоб автомобили разных весовых категорий. Легковушку с автобусом, с грузовиком. И вот здесь они получают реальную наработку, и понимают вектора сил, понимают, как именно должна быть запрограммирована сминаемая зона кузова. Что произойдет и где можно попытаться все-таки человека обезопасить по максимуму. И это является залогом реальной безопасности шведских автомобилей. О надежности теперь уже говорить не приходится. Достаточно давно не приходится. О безопасности у шведов пока еще говорить можно. Из этого не следует, что все остальные сильно отстают. У Мерседеса, например, у него все-таки тоже паранойя по этому поводу. Они прекрасно понимают, что у них клиент неодноразовый. И желательно, чтобы, если вдруг по какой-то причине он попадает в аварию, то он вышел бы из машины, отряхнулся и сказал, как здорово. Пошел бы, купил себе следующий Мерседес. А не так, чтобы его аккуратно ложками соскребли, отнесли на кладбище и сверху прикрутили звезду Мерседеса и сказали, ну, вот и все. Звездочка погасла. Речи об этом нет. Но к разговору о надежности, если раньше надежность была явлением техническим, и ей заведовали инженеры и технологи, то на сегодняшний день надежность превратилась в категорию моральную и стала характеристикой человека. Вот теперь отныне надежность она не в автомобиле, а в пользователе. И когда человек приходит в шоу-рум и так каверзно глядит на машину или, например, просто на рынок, и говорит, ну, что там с надежностью? То встречный вопрос, а что у тебя с надежностью? Потому что теперь уже надежна не модель, а надежно отношение человека к ней. И, что называется, у рачительного хозяина у него и корова доится хорошо, и крыша не течет, и машина служит долго. А инженеры, они умыли руки. Если они официально декларируют, что рубеж, после которого машина должна сдохнуть, не превышает 240 тысяч, то, в принципе, их задача — это первичный клиент. А первичный клиент — это, соответственно, весь гарантийный срок. Соответственно, в Европе это 2-3 года, за исключением корейцев, у которых 7 лет на основные агрегаты, двигатель, коробку передач. А среднестатистический клиент европейский — 3 года и где-то так, наверное, 120 тысяч километров пробега. После чего машина не то что ненадежна. Она, в принципе, никому не интересна. Все, она ушла за пределы гарантии. И дальше делайте, что хотите. Например, отправляйте русским, которые очень любят сказку о надежности и качестве автомобиля. Это уже все, к сожалению, полная абстракция. Телефон 6510996. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Хотел с вами посоветоваться по поводу выбора автомобиля. Надежного? Конечно, надежного. И качественного. И качественного обязательно. Такого, чтобы не сломался, чтобы вот наконец-то сесть... Такого, чтобы всю жизнь ездил, еще внуком оставил. Это «Москвит-401». Ему сейчас уже достаточно много лет. Он 47-го модельного года. И на сегодняшний день у него вполне неплохая биография. Те, кто сохранился до наших дней, проездят еще столько же. Только с резиной будут трудности. Ну и октановое число бензина, конечно, уже надо будет что-то с этим решать. Он рассчитан на 66-й, а у нас такого нету. Да, жаль. Поэтому следующий вариант у меня возник, как раз 66-й отпадает. «Фитроэн ДС-4». «Фитроэн Джесси 5» и «Киа Спортэш». То есть выбирал скорее по параметру ценовому приблизительно одноклассников, чем по какому-то такому принципу классовому. А сколько у вас будет ездить в этой машине? Ездить будет преимущественно два человека. Ну, периодически нужна возможность кого-то брать с собой, вроде тещи. Но о ее комфорте я заботюсь не очень, если честно. Какой вы откровенный! Между прочим... Она, к счастью, не слушает все нам. Да, но, Владимир, между прочим, она вас осчастливила собственной дочкой. Так старалась, так старалась. Она, наконец-то, сдала ее вам в постоянное пользование и вздохнула с облегчением. Поэтому она будет иметь возможность периодически ездить на заднем сиденье вне зависимости от твоего размера. Ну, под тещу больше всего подходит ДС-4, потому что у ДС-4 сзади не открываются окна. Вообще никак. Там, в принципе, нету этой функции. Там стекло, как в деревенском сарае, вбито насмерть. Поэтому теща успеет прочувствовать не только эстетику, но еще и упоение от поездки. Благо, когда ее начнет тошнить, и она будет рваться на волю, а кошечка там нету. Тошнить начнет? Плавность хода, конечно. Машина достаточно плавная. Причем ДС-4, что смешно, французы, они, ребята, в этом отношении немножко сомнительные. Они как-то не очень внимательно читали, видимо, энциклопедию и не знают, что такое бездорожье. Они на полном серьезе считают, что ДС-4 это кроссовер. Почему они так считают, мы не знаем. Возможно, что Фуагра на завтрак и Виагра на ужин дали какой-то генетический сбой, но они так и по сию пору позиционируют свою машину. Но все-таки правильнее всех из них это Ц5. Но только с большим мотором. Как только вам туда эту капельницу поставят 1.6, задрюченный... Они на шее даже не рассматривают. Не, не, не в коем случае. Терловат он для него. Даже если вдруг они обещают вам 150 лошадиных сил и говорят, что он тянет, он тянет, но недолго. Это тот самый проклятый BMW-шный французский мотор, который, собственно, живет, ну там, 30 тысяч уже счастья. Поэтому ДС-ка, то есть Ц5-ый должен быть на большом моторе, и, конечно, он великолепен на двухлитровом дизеле. Вот это вот мотор. Вот это машина. И гидроктив у него работает. Причем все же боятся этой подвески, потому что, ну, французы, ребят странные, как у них машина приседает, привстает. Она идеально приседает и замечательно привстает. То есть гидроктив это последнее, что в ней сломается. Спортедж — это красиво, прагматично, замечательно. И теща скажет спасибо, и жена регулярно будет говорить «Володя, ну да, я тут съезжу, хотя бы просто покрасоваться». В этой машине как раз эстетическая составляющая великолепно. В Ц5, ну, на мой взгляд, там еще и порода добавляется. Ц5, он безудержно красив, но это мое субъективное мнение. Понял. Спасибо большое за консультацию. Ай, приятные хлопоты. Светлана, здравствуйте. Ой, здравствуйте, Сергей. Спасибо вам большое за передачу. Наконец-то я до вас дозвонилась. Светлана, я в восторге, потому что я... Где Светлана? Ну, сколько можно? Ну, уже пора... Вот дозвонилась Светлана. Да, дозвонилась. Все лето звонили, наконец-то дозвонилась. У меня такой вопрос. Вот по поводу машины X-Trail, что вы можете сказать? Очень хочется новую машину, но вот что-то, какие-то сомнения есть. А старая какая? Ой, старая у нас... Сейчас, сейчас Hyundai. Который? Их довольно много. А, Matrix. Matrix. То есть у вас очень неплохой семейный автобус, и теперь вы хотите пересесть... Он уже весь сыпется. А сколько пробежал? Сколько лет ему? Ему уже 6 лет. На пробег больше 100. За 6 лет, за 100 тысяч он у вас сыпется? Да, он уже весь сыпется, просто со страшной силой. Какой кошмар. Светлана, вам нужен танк. Это будет хорошая семейная машина. У нее, правда, ресурс небольшой, но зато там точно ничего не отсыпется. Ну, не знаю. X-Trail это легковая машина повышенной проходимости. Она очень неплохая. Она регулярно подключает вовремя полный привод, и у нее в салоне можно много чего туда по щелям напихать и даже забыть, куда положили. Но одноклассников у X-Trail с каждым днем все больше, и за эти же самые деньги, а X-Trail явно не стоит своих денег. Я помню еще те времена, когда он начинался где-то там тысяч, наверное, с 800, а сейчас он почему-то стоит миллион 200. Хотя это тот же самый X-Trail. и в общем-то за эти же самые деньги миллион 200 у вас выбор на рынке практически безграничен. Даже уже миллион 400. Даже уже? Да. Это вы хорошую комплектацию берете. То есть практически вы подступились к полутора миллионам, полтора миллиона это весь земной шар. И за полтора миллиона можно купить машину более современную, более интересную, более эстетскую, но надежность, как всегда, зависит только от того, кто за рулем. Ну, плюс дилер, который ее сломает непременно. Перерыв на новости. Телефон 6510996. Пробок в Москве отныне нет. Всего лишь 6 баллов. Андрей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Я рад вам. Алло, здравствуйте, Сергей. Спасибо за программу. Здравствуйте. Познавательно интересно. Спасибо вам. Подскажите, вот какое дело. Имею автомобиль Focus 3. Всем нравится, все хорошо, кроме грохота рулевой рейки. Сколько пробега у вас? Пробег 75. О, замечательно. Что-то многовато вы отбегали на нем всего лишь с одной рулевой рейкой. Должно было еще кое-где погромыхивать. А там больше негде. О, это просто вы аккуратно наверное ездили. А у вас какая комплектация? А у меня титаниум с дизелем и с полушерстяной коробкой. Ага. Понятно. Замечательное, кстати, название Power Shift и полушерстяная коробка. Очень-очень здорово. У вас титаниум, а титаниум это та самая комплектация, которая подразумевает наличие шумоизоляции. Ну, наверное, да, есть. Она там точно есть. И машина, у которой шумоизоляции нет, Ford Focus, у нее стук рулевой рейки проявляется раньше, потому что его слышно. Он гораздо раньше проявился, заехал к официалам, говорю, вот как-то тут все нехорошо. Они говорят, что это все нормально, если люфтов нет, то продолжайте, собственно говоря, эксплуатировать. Откуда вы знаете, есть люфты или нет, когда у вас об этом знают только гидросилизер руля? Электросилизер. Да. То есть вы это и не почувствуете, потому что этот люфт он выберет без вас. А, вот, значит, что у нас еще. Конечно. Но если бы у вас была шестерка, то вы люфт почувствовали бы сами. Сразу. Ну, это понятно, да, моментально. Да. А здесь этого быть не может, потому что вы начинаете покачивать рулем, он начинает, как исполнительный механизм, следовать за вашей командой, а есть там люфты или нет, вы об этом не узнаете, а дилер вам об этом гаденыш не скажет. Потому что задача дилера дождаться, когда вы слетите с гарантией, после чего он скажет, а, менять же надо. Сто тысяч давайте. Конечно. Да, да, да. А как с этим побороться? Как всегда, дилеров много, поэтому нужно прикинуться человеком, желающим срочно потратить деньги. Этот вопрос, кстати, нам задают про все марки каждый день. Вот вчера я на него отвечал, я повторю его слово в слово. Вы приезжаете к другому дилеру и не говорите про гарантию. Вы говорите, я хочу подчиниться, он вам открывает заказ на ряд, смотрит, что там происходит, и вы говорите, только обязательно вы мне перед тем, как что-то поменять, согласуйте со мной, позвоните, вот мой телефончик. Он вам звонит через полчаса, говорит, значит так, вам нужно менять там всю рулевую рейку. Сколько стоит там? Сто тысяч? Ой, слушайте, я только что с женой развелся, сейчас я вот ее быстро закопаю на огороде, мне на похороны нужно, плюс на помин души. Денег нет, я машину заберу, за диагностику спасибо, пожалуйста, мне в заказ на ряде, закрывая его, пусть даже это стоит там тысячу рублей, напишите рекомендации, что мне нужно обязательно поменять рулевую рейку, потому что она сейчас накроется, это же моя безопасность. После чего вот этот документ приносите первому дилеру, говорите, это что такое? Это вот как понимать? Вот видите, ваш коллега по цеху сказал, что я, собственно, убьюсь в следующем повороте, потому что руль-то у меня, вот он какой, срочно под замену рулевой рейки, а вы с какой стати говорите, что это норма? Вот на этой разнице как раз показаний вы и сыграете. Спасибо большое. Всегда выходите сразу на уровень выше, чем мастер-приемщик, потому что задача мастер-приемщика развести вас на деньги и послать подальше в случае, если у вас денег нет. А вы переходите на другой диапазон, говорите, кто тут у вас старший? И, пожалуйста, книгу отзывов. И сейчас я копию своей жалобы еще направлю в Роспотребнадзор по городу Москве. А Роспотребнадзор принимает жалобы в электронном виде, отвечает в письменном, что хорошо. После чего вы должны погрязнуть в бумажках. Когда вы приходите а они вам что-то отвечают? Ну да, они как-то не воспринимают это все дело. Да, нет, только бумажки. У нас страна, победившая бюрократии, поэтому с любым кровопийцем нужно общаться точно так же, как с любым кровососущим насекомым при помощи бумажки. Ну, обычно, если это какой-нибудь комар, то по нему хлоп газеткой, а если это официальный дилер, то хлоп документом. Понятно. Еще один вопрос по поводу мотора. Двухлитровый дизель, логотипчики на нем всякие разные. Вот, вообще, чей это мотор все-таки в результате? Это фордовский мотор, сделанный на самом деле пижошниками, потому что лучшие в Европе специалисты по дизелям это фирма Пижо, и он очень хороший, этот двухлитровый дизель. Очень хороший. Он у вас 145 лошадей? Нет, он 140. 140, 140. Вот это хороший, живучий силовой агрегат, которым тихонечко пользуются все, включая лендровер. То есть собирается он во Франции, насколько я понимаю. Где он собирается, я, честно говоря, не знаю, я не удивлюсь, если он собирается в какой-нибудь Польше, Венгрии, или Румынии, Болгарии, или еще где-нибудь. Он может собираться в Кельне, может собираться в Севильнорде, где угодно, но зато это тот самый мотор, которым не брезгует, например, рейндж-ровер Эвок. Это тот же самый мотор. Это абсолютно тот же самый мотор, и это очень хороший показатель его и надежности, и популярности, и ремонтопригодности. Это замечательный. Но моторчик феноменальный, просто феноменальный. Замечательный дизель. И на нем же Мандео ездит, на нем же и коммерческие машины таскаются. То есть его двух литров хватает очень даже за глаза. Да, вечеренькая машинка. Ну, спасибо большое. Успехов вам. Бороться и искать, найти и перепрятать. Дмитрий, здравствуйте. Вечер добрый, Сережа. Здравствуйте. Здрасте. У меня, собственно, не вопрос, а крик души. Так. Я достаточно давно езжу на BMW, ну, в лет 30, наверное. Знаете, к чему я пришел? К какому выводу? Я начинаю с 2005 года в РФ и не могу купить BMW. Только я прихожу к официальному дилеру, пытаюсь купить BMW, начинается какое-то безумие. Нельзя или вот только можно вот это. Или купите, пожалуйста, машину с автоматом. А почему с автоматом? Зачем мне BMW с автоматом? И вот из-за этих вот непонятностей, когда дилеры у нас называются, невозможно купить в РФ машину. Скажем, взять конкретно вот любое BMW. Почему нельзя купить BMW новую, нормальной резине? Почему нужен педиатизм, лидеран флэта, который убивает подвеску, машина вся дрожит? Это, в общем, это... Это, как вам сказать, я пришел к тому, что я скоро пересяду на Ауди, потому что BMW больше покупать нельзя, это превратилось в Nintendo. Когда ты их поправляешь. Ну, вы не обольщаетесь, Ауди тоже вместо ковровой дорожки для вас приготовила капкан. Я тоже, я подозреваю это, я подозреваю. Так что делать-то? Скоро пересядем на вазики все. Ну, на вазики мы пересядем несколько по другой причине. Хотя действительно есть перспектива, что скоро. Остальные пересядут по автозакам. И там уже будет неважно, какая резина. Но пока есть возможность кататься на BMW, BMW все-таки, она идет по пути наращивания технологий. Renflat, потому что у них уже в багажнике ничего не помещается, многорычажная подвеска там. В Европе гвоздей на дорогах уже не бывает. А то, что есть еще весь остальной земной шар, это не так важно, потому что основной клиент и заказчик BMW живет все-таки в Германии. И даже немножко во Франции, где гвоздей тоже нет. И чуть-чуть в Англии, где тоже нет гвоздей на дорогах. Террористы на дорогах бывают, автобусы взрывают, а вот гвоздей на дорогах нет. Поэтому у BMW, у них, конечно, тоже есть определенная деградация, к сожалению. Хотя с инженерной точки зрения, пока еще они остаются по праву точке отсчета. Но на каждого потребителя угождать они уже просто не считают нужным. Тем более дилер. У дилера задача выполнить план. У него на складе подыхает целый вагон неликвида. Тут приходите вы, да тем более человек настроенный на BMW. 30 лет за рулем BMW. Вы же просто человек, олицетворяющий собой, лояльность клиента. Поэтому вам можно попытаться впарить копеечку и сказать, возьмите первую серию. Ну, потому что у нее китайский салон. Но зато это же BMW. Ну, возьмите, возьмите треху. Ну, потому что у вас этот двухлитровый мотор, там, 2,5, у него коленвал в клочья разлетится через 15 тысяч. Но зато это же настоящий BMW. А тут вы приходите и говорите, слушайте, я как патриот марки хочу, чтобы эта машина была с преемственностью поколений, чтобы у нее были достижения предыдущего модельного ряда воспроизведены в лучшем случае. То есть, было хорошо, стало еще лучше. Они говорят, ть, тьо, Макола, а який Ширилл Флетт, да ты бери, коты с отсюда. Это, тем более, болезненно воспринимается именно на нашем рынке. Потому что в Германии с вами разговаривают по-другому у дилера BMW. Конечно, там совсем все по-другому. Там есть возможность заказать то, что ты хочешь. Но по поводу суммы технологий, вы знаете, в 88-м году я купил 850-е BMW, тогда это был пик. Пик, списк, все что угодно. Машина стоила 183 тысячи марок. И то, что у меня, кстати, до сих пор сохранилось, она прошла почти 650 тысяч, из них 220 тысяч в РФ. То, что было вбито в ту машину на некоторых автомобилях премиум-сегмента нет до сих пор. Понимаете? Ну, это 850-ка, это же вообще фантастика. Это вот по ее поводу как раз была блистательная шутка у тех редких, кто в нашей стране. Говорит, да я себе восьмерочку купил. Говорит, зачем? Ну, у меня же там всего две двери. Да, мне устраивает, я что, я один езжу. Да, но машина, конечно, неплохая. Да, только вот на ТО очень много свечей надо, потому что В-12. И там, знаете, еще сами БМВшники, они, то есть, когда я ее купил, ну, первые там 3-4 месяца, сами понимаете, расход у меня был в районе 35-40, а меньше не было. А потом я научился пользоваться компьютером, расход упал до 17-18 литров, а потом я пришел к выводу, зачем же доливать каждые там тысячи километров по литру масла. Я перешел на кофрам, и все, у меня масло перестало кушаться, и да, это дорогой расходник, но зато теперь масло меняется раз в 40-50 тысяч, как же говорится, компьютер. Прекрасно. Ну, это такой, знаете, подход искушенного человека, патриота БМВ, но вот когда вы взяли в забытом для нас в 88-м году недоступную машину, вы, видимо, были советским шпионом в резидентуре в Германии. От него сказал граф. Ну, знаете ли, румато, я даже не могу себе представить, с кем вы были там при дворе Дона Рэбе, потому что в 88-м году... Я купил не одну, а купил две, себе и супруге. У меня зеленая, у нее бордовая. Ну, товарищ генерал, знаете ли, при вашем существовании там, под крышей нашего посольства, это было совершенно логично. Совсем никакого посольства. Я был банальный торговец компьютерами. А, по тем временам это было круче, чем торговец нефтью. Да, это был бизнес удачливых, потом он превратился в бизнес ширпотреба. Но, вы купили флагмана, вы купили завораживающую сумму технологии, потому что 850-е, это же такой ураган, равный, которому просто не было ни у кого, и Мерседес тоже облизывался, потому что они со своим купе ничего не могли поделать. У них равного не было аппарата. А вы знаете, как я пришел к 850-е? Я, вот сколько я себя помню, все время хотел купить 645-ю CSI. Ух ты! Безумно хотел ее купить. Так. Я ее пробовал, я когда пробовал ее, попробовал машину Акулу 745-ю. А вы знаете, что такое 745-ю? Это тогда уже была BMW с турбиной. Тогда. Но мне это не понравилось. Я хотел 645-ю CSI. Но! Вернее, 635-ю CSI. На ручечке. И когда я ее уже хотел, я ее трогал, я ее держал, и тут мне говорят, а что вы мучаетесь, сэр? А посмотрите на вот это. И вот это единственная BMW, кому я прощаю автомат. Ну, видите ли, при таком диагнозе, Дмитрий, у вас нет шансов пересесть на Audi. Абсолютно. А из BMW, ну, правильная BMW, ведь это маленькая, коротенькая, резвая и легкая. И это... Но, к сожалению, такой сейчас нет уже. Это первая МКо-седан, которой сейчас уже нету, но которую вот сейчас они когда приделывают багажник нынешний, потому что МКо у них уже неплохо едет. Она стоит, причем дешево, там нормальная МКо на хорошем дизеле, она стоит буквально 3 миллиона рублей. Копейка. Это точно. Первая серия. И вот когда они наконец вернут багажник, это получится та самая точка отсчета, которая и имеет право на жизнь под логотипом BMW. Потому что вот большие, толстые, серьезные, это неправильно. Перерыв на новости. Алексей пишет, порекомендуйте, пожалуйста, курсы контр-аварийной подготовки. А дальше фраза, которая меня изумляет. У меня реальный стаж 3 года, но опыта как такового полагаю мало. Но в таком случае все-таки надо ездить желательно каждый день в любую погоду. Тогда получится тот самый базовый опыт, который уже можно совершенствовать контр-аварийной подготовкой. Потому что если вы чувствуете, что опыта как такового мало, то скорее всего вы абсолютно правы, его действительно мало. И здесь вместо того, чтобы пытаться, например, сесть на призового рысака, попробуйте подвигать просто лошадку и понять, как она управляется. Контраварийная подготовка, она последнее время довольно неплохо привязана именно к конкретным маркам. И хотя школы при разных брендах закрываются ввиду невостребованности и дороговизны, они все-таки еще остаются. То вполне возможно, что от бренда вашей машины многое зависит. Но, конечно, Эрнест Саганков он молодец и можно идти к нему, хотя я против абсолютно любых курсов контраварийной подготовки по ряду причин. Здесь, кстати, такая интересная ремарка, которая меня тоже огорчила, хотя Алексей к вам это уже отношение не имеет. В так вами рекомендуемом кабриолете весьма недобро разговаривают по телефону и бросают трубку, к сожалению. Да, согласен, это действительно очень грустный симптом, раньше они себе такого не позволяли. Телефон 6510996. Ну, попробуем. Олег, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здрасте. Спасибо за передачу, во-первых. Очень понравился. Относительно недавно вас слушаю, но очень понравилось. Какие мы хорошие с вами, Олег. Нам все это обоим нравится, я согласен. Да, да, да. Сергей, такой вопрос, вот сколько слушаю, но не слышал вашего мнения, вот хотел услышать по поводу Chevrolet Epic. Но ее потому, что уже не продают и очень жаль, поскольку пока она у нас была, это была моя самая любимая машина. Особенно из-за ценника, потому что когда она стоила 660 тысяч, а иногда даже 645, и при этом имела фантастическую рядную шестерку, я считал, что это самое гениальное предложение на нашем рынке, потому что за эти же деньги можно купить себе полоседан или Солярис, но никак не машину класса D. А Epic это провал фирмы Chevrolet, потому что столь замечательный автомобиль так блистательно проиграть на нашем рынке могли только люди с очень высоко задранными носами. Они до такой степени не смогли распорядиться вот этим потенциалом, столь интересную машину по столь выгодной цене не суметь сделать номером один в классе D, ну это как-то фантастически непрофессионально. А на смену ей вот на смену ей же пришла Малибу, да? Epic классная, а Evanda до нее была. Точно так же они полностью проиграли продажи, при том, что Evanda была таким же блистательным автомобилем, и собственно Epic это ведь не новая модель, это рестайлинг, но Иванду никто не заметил, она пролетела мимо нашей страны, Epic никто не заметил, она пролетела мимо, и только более-менее отрезвление произошло, когда нам по мозгам дали Малибу, и машинка Epic стоила 600, а потом к ней пришла Малибу сразу, да, там уже далеко. Миллион 200, бац, и в два конца, и хочется спросить, вот это после этого, а тут что на миллион 200? Причем ведь Малибу, она же провалилась по всему рынку сама, и машину отправили на доработку и на рестайлинг, она всего лишь год пыталась продаваться по всему миру, американцы признали полнейшее поражение, машинку переделали, сейчас ее пихают опять, и она по-прежнему никому не нужна, особенно за такие деньги, потому что в ней ничего нету, а Epic это шедевр, а тем более Epic, когда рядная шестерка, 2 литра, это уже уникальное явление, 2,5, опять-таки рядная шестерка, например, еще на автомате, это же фантастика, так проиграть, я год назад как раз взял, когда она еще продавалась, и вот до сих пор никаких нареканий, ничего, абсолютно, у меня знакомый мастер-приемщик, простите, что перебиваю, который работал как раз по этому бренду, мы с ним как-то перекинули с парой фраз, и он спрашивает, а скоро снимают Epic? Я говорю, да, ее снимают досрочно, потому что они очень хотят одновременно стартовать по всему миру именно с Малибу, он сказал, надо пойти взять две про запас, это мастер-приемщик, который на них специализируется, потому что он знает, что машина-то безупречная, что на самом деле она простая, конструкция доведенная до совершенства, ломаться там особо нечему, и тем более вот эта пресловутая надежность, о которой мы с вами говорим, здесь она очень серьезна в помощь рачительному хозяину. Да, понял. Спасибо за ваше мнение. Спасибо вам. Ну, действительно хорошая машина. Андрей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Ух ты, как интересно. Здравствуйте, Андрей. Да, я хотел, вот спросить у вас по поводу вот японских машин, кроссоверы. Это Сузуки, Тойота, Лексус, ну и, может быть, может быть, еще вот. Еще Ниссан и Мазда остался, потому что больше... Нет, нет, нет. Вот Ниссан и Мазда не надо. Так, минуточку. Сузуки это какой? Их несколько. Ну, Грин... А, ну да, Гранд Витара. Гранд Витара. Так. Так, значит, автомат, четырехступенчатая коробка, мотор 2.4, да? Ну, наверное, да. Так, да, да, да. Так, еще кто? Ну, Тойота. Раз 4. Там большой кроссовер у них. Нет, минуточку. Хайлендер, Хайлендер. А, Хайлендер. Хайлендер. Так, ну, это Тойота Камри повышенной проходимости на полном приводе со спартанским салоном, хамским ценником и очень красивой внешностью. Ну, да, ценник там тот еще, вот. И мотор V6. Она с этим мотором... То есть тормозов, как таковых, у нее особо нет. Но мотор великолепный. То есть тормозов, но это не здорово. Ну, потом привыкнете, в конце концов, знаете, как у нас в стране делают машины без руля. Почему японцам не сделать машину без тормозов? А что там реальная проблема с тормозами, что ли? Они вязкие, они потому что под американский стандарт, а американцам почему-то не нужен свет, не нужен руль и не нужны тормоза. Но свет у Тойоты есть, руль у нее есть. По тормозам, ну, после того, как привыкнете, перестанете замечать их отсутствие. Да, ну ладно, поверю вам. Так, а третий кто? А третий вот еще, ну, может быть, Subaru. Который? У них много. Много кроссоверов? Кроссоверов много у них? Ну, у них, в общем, на полном приводе. Они даже XV считают кроссовером, хотя, конечно, у них только Forrester. Вот, я про Forrester. Forrester, если брать двухлитровый атмосферник, он не едет никуда, его надо пинать и желательно купить еще себе русскую тройку из рысаков, чтобы запрячь и чтобы он двигал. Но если вы возьмете Forrester турбированный, вот эта штука летает хорошо. Потому что подвесочники у них молодцы, инженерная школа. Если бы фирма Subaru не разорилась и не померла, то, конечно, эта инженерная школа на сегодняшний день была бы недосягаемой. Ну, к сожалению, были небольшие финансовые трудности, слегка проиграли в Америке, чуть-чуть не получилось в Европе, малость не получилось у нас, ну, так, трудности временные. Сейчас они под эгидой Toyota потихонечку выплывают. Скорее всего, выплывут. Хотя, эксперты считают, что нет. Ну, я очень надеюсь, что Subaru выплывет. Forrester за миллион семьсот едет отлично. И даже вариатор у него послушный. Ну, то есть, а Lexus вы не рассматриваете? Ну, Lexus можно, конечно. Lexus — это, ну, не так уж и плохо. Lexus — это дорогая игрушка. А уж если в это попытаться поиграть, то можно даже какой-нибудь гибридик себе взять, 450-й, например, или 400-й, ну, какой-нибудь, любой какой подвернется, и наслаждаться тишиной будет довольно элегантно. Сама по себе машина, ну, в ней нету ничего оправдывающего ценник. И если выбирать между Lexus и Highlander, то Highlander все-таки хотя бы им пользоваться можно. А Lexus нужно не пользоваться, а выпендриваться. А выпендриваться им смешно, потому что могут нечаянно тухлым помидором в лоб засветить. Там Lexus — это все-таки ведь категория такого самообмана. Вам лапшу на уши вешают рекламную, и если вы поверили, то вы купили. А потом, когда садишься за руль, понимаешь, что переплатил гораздо сильнее, чем в любой другой Тойоте. Ну вот, собственно, Lexus и Infiniti — это два таких вот изделия, которые очень сильно обманывают, не оправдывают ожидания. Ну, хорошо, хорошо, спасибо. А тогда вот из трех оставшихся, что, ну, как бы, на ваш взгляд? Они все очень разные, потому что у каждой из них есть определенный плюс, есть определенные минусы, но вот машина, с которой вы начали, Suzuki Grand Vitara, все-таки это внедорожник. Это очень правильно по нашей жизни. Она не является самой современной и Highlander по-современней и по-статусней. И Subaru Forester как раз новое поколение, совсем новый, совсем свежий. Но Suzuki Grand Vitara — это уходящая категория транспортных средств, он молодец. И, несмотря даже на его четырехступенчатый автомат, тем не менее, это очень достойный, прилично сделанный аппарат. Но, но он уже вот-вот сойдет с арены, и, конечно, он уже проигрывает своим конкурентам. Ну, увы. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. У меня такой вопрос. Я хочу купить тебе машину с Volkswagen Cadimaxi. Он есть в различных вариантов. Так. 1,9 TDI, 2 литра визель и 1,2 TSAI. Мне интересно, что было бы вообще. А вы для чего? Зачем вам такой здоровый ящик? Вы что на нем будете делать? Работать? Да. Я хочу на нем грузовые колеса возить. Тогда вам нужен только крутящий момент, потому что 1,2 TSAI это хорошая машинка, но она для того, чтобы возить пуховые перины. Она сэкономит вам топливо, она, в принципе, рассчитана на то, чтобы вы ехали по городу, и при этом у вас, когда нужно, турбинка подключилась, и у вас расход топлива, чтобы был где-нибудь там в пределах 7 литров. Но как только вы туда запихали серьезный груз, он сказал, папа, что ты делаешь? Я так больше не могу. Соответственно, смотрите, что по крутящему моменту вам подойдет больше. Вы тем более ведь на ручки берете, скорее всего. Да. Тогда либо 1,9, либо 2,0. А разница между ними есть 1,9 и 2,0? Самое главное, для вас разница это в крутящем моменте и в налоге. По ресурсу двигателя это все одно и то же, да? По ресурсу они сближены, и это как раз вот те самые моторы, по поводу которых производитель не считает необходимым, чтобы они прожили долго. Он даже не думает о существовании такого рубежа, как 500 тысяч. Он думает, что если где-нибудь он проживет так тысяч, например, 150-200, это уже за счастье. И у Volkswagen, к сожалению, в последнее время очень серьезные трудности с мотором. Но Кэдди сама по себе штука нормальная, ящик здоровый, поэтому берите, ну, конечно, двушку хочется, вот сразу хочется двушку, но почему-то пол Европы катается на 1,9. 1,9 такой достаточно известный мотор, он же не только на Кэдди, он как бы там на Ауди, по-моему. Он на всем, на всем, на чем только можно. Это у них самый такой массовый мотор, и в общем-то, нельзя сказать, что он совсем беспроблемный, но он доведенный до ума по конструкции. У него очень много вариантов, в том числе и по форсировке, но, скорее всего, проблем с ним будет меньше. До завтра.